Всем привет! Меня зовут Снежана и вы на моем канале. Сегодня мы сами приехали на достопримечательность города Красноярска на самую длинную лестницу в России. Вот такой вот вход в это прекрасное место, это моторно-оздоровительный комплекс. Нам еще идти достаточно долго, поэтому погнали. Ну что, мы уже двигаемся в сторону лестницы. Вон там она идет. Здесь какая-то река течет, горные сопки река. Не знаешь, что за река? Не знаешь, что за река? Так это все выглядит. Вон она лестница. Боже мой, она реально огромная. Но нам ничего не страшно. Мы полезем, а завтра мы поедем в еще одно крутое место, которое также славится в городе Красноярске. Сюда стоит невероятный запах. Самое важное место, ты говоришь, завтра, да? Столбы типа в Красноярске. Славятся эти, да. Очень. Тут санаторно-оздоровительный комплекс. Много разных беседок, видимо, люди, да? И снимают их, проводят мероприятия разные. Ну, красиво тоже выглядит, да. Запах стоит невероятно. Прислушайтесь. Как здесь хорошо. Свежий воздух, красота. В общем, сейчас подойдем чуть-чуть поближе. Я вам начну все показывать более подробно. Мне уже очень интересно. У меня, знаете, такой дух. Сделайте это. Круто подняться. Хочу-хочу-хочу. Не знаю, что будет на сегодня пути. Я устала, но ничего страшного. Назад нет. Пути назад нет, да. Нужно идти вперед, вперед, вперед. Вот. Так все красиво. Также здесь, ну, пожалуйста, сразу покушать. Блины, панкейки, чаечки. Такая лестничка. Сразу же киоск с едой. В таком лофтовом стиле какие-то здания стоят. И вот сам начинается Таргашинский хребет. Добро пожаловать. Благодарим вас. И вот начинается лестница, наш путь, который мы будем сейчас вместе проделывать. Го-го-го. Сейчас я сниму, что здесь у нас. Всем привет. И вот здесь, наверное, сама карта. Да, здесь очень много разных троп, пещер. Вы здесь. Вот мы находимся вот здесь. И вот нам сейчас нужно будет идти. Очень все интересно, увлекательно. Мы начинаем. Первые шажки. Го? Let's go crazy girl. Crazy girl right now. Я думаю, выше будет вид, все круче и круче открываться. Ну, кстати, вниз наверх, да? Вот сейчас мы идем вниз. Ну, ладно. Хорошо, ребят. Прям атмосфера очень классная. Чикин? Чикин. Кто-то уже спускается вниз. О, ребята, тут такая энергия классная. Просто мне удалось найти в интернете. Спасибо. Не нужно. Что, идем дальше, да? С каждым подъемом вид открывается все красивее. Я вообще восхищаюсь. Такие деревья старые, сосны красивые. Видра стирается. Это просто. Я в восторге. Какие деревья многовековые, старые. Вау. Просто вау, как красиво. Супер. Мы находимся уже на высоте 50 метров. Это высота колеса обозрения, которое находится здесь же, в Роу-ручье. Попокажи чуть-чуть вид отсюда. Знаете, какую прикольную находку мы только что Ксюше нашли? Это дикие лилии. Они вот здесь растут, пахнут. Лично я впервые вижу дикие лилии. И у меня вызывают все это. Такие эмоции. Ну красиво, красиво. Ну что, мы идем дальше. Тут растут не характерны для тайги высокогорные растения, горные маки, курильский чай. Горит свет весенний, вечерница. Вот на этом месте весной. Очень большое освещение. И скорее всего... Скорее всего, что я назвала дикими лилиями. Это не дикие лилии. Мы просто предположили, что они называются так. Музыка 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 Посмотрите, какой сзади меня вид. Мы преодолели уже 717 ступенек. Это даже еще не половина пути. Мы немного... Разгорячились. Чуть-чуть разделись. Здесь есть места, чтобы отдохнуть. Стоят лавочки. Даже написано, что время сделать перерыв. Мы сейчас на высоте 95 метров. Ну просто посмотрите. Я думаю, здесь слов много не нужно. Просто любуйтесь и представляйте, каково это видеть живую и чувствовать всю эту атмосферу и величие нашей с вами природы и земли. Музыка 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 Все это раньше было морем. Я просто, когда подошла к этой табличке, я очень удивилась. Ну я вообще в восторге. То есть какой был глубокий подводный мир, какие существа там жили. Все было морем. Вот это все, что позади нас, внизу нас. Это все когда-то было водой. Музыка Да, ребята. Я просто в шоке. Что вы думаете об этом поводу? Вы знали это вообще? Не знаю. Нам осталось совсем чуть-чуть. Лучшее место для фото. Назад пути точно нет. Вон там уже выход. Идем, идем, идем. Музыка 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 Ребят, с каждой высотой, с каждым метром вид настолько становится красивее и завораживает. Да-да, смотрите, нам осталось совсем чуть-чуть, скоро мы преодолим эту прекрасную лестницу, самую длинную в России. Мы будем молодцы, осталось совсем чуть-чуть, поэтому погнали. Нас, кстати, опередил дедушка с колонкой, пока мы тут снимаем контент, фотографируемся, он нас опередил и уже спускается вниз. Представляете? Ну, я думаю, дело привычки, поэтому это первый раз, а я думаю, если бы это был пятый, шестой, десятый, все было бы намного легче подняться. Ну что, ребят, мы преодолели позади нас 1683 ступени. Это того стоило? Я думаю, да. Посмотрите на этот вид. Сейчас еще начинается мелкий дождик и облака по семи в ту сторону. Они как бы легли и сели на холмы, на горы, на сопки, как здесь говорится. И в той стороне, если вам передает камера, то получит солнце. В общем, завораживает невероятно. Идет еще дождь. У нас с собой есть термос, чай. Здесь также, смотрите, собрались ребята, поднимались тоже дети. Также по периметру стоят столы и лавочки. Можно посмотреть, посидеть, на этот вид, выпить чай, что мы сейчас, в принципе, и будем делать. Вот, пожалуйста, наша цифра. Что мы преодолели? Я думаю, это заслуживает огромный лайк, подписку, комментарий. Скажите, что мы молодцы. Как вам вообще это место? Для меня лично это прям вообще открытие и восторг. Все, кажется, нам пора бежать от дождя. Нам нужно бежать, потому что реально начинается дождь. Посмотрите, как все затуманилось резко. Пошли в беседку скорее. Ой-ой-ой, кажется, быстрее надо. Какой пойдет? Ну, это сколько? Да, это ремонт 2. Вау. Мики, просто только мы поделись, и пошел дождь. Спасибо дождю, что никогда мы поднимались. Фух, сядем. Тучи. Последний кадр был о том, что начался дождь. Он благополучно закончился. Закончился. Закончился, прошел буквально минут 10. И посмотрите, как красиво расчистилось небо. Кстати, я сказала, что после дождя сейчас вернет солнце. Что вы думаете? Мои слова исполнились. И вид еще более крашен. Вот он настолько каждый раз индивидуальный, уникальный, удивительный. Что просто хочется вот так вот так вот. Вот так вот. Потому что это здорово просто. Понимаешь, что тогда вид? Вы видите это? А представляете, каково это все смотреть вживую? Какие это эмоции, какой это адреналин, какое это чувство свободы, восторга и чувство, что ты чуть-чуть ближе находишься к облакам. И видишь? Резирует прекрасно. Мы, кстати, еще хотим пойти вот туда. Там точка еще выше. Поэтому я сейчас соберем свои маленькие пожитки и думаю еще дойдем до той точки. Да? Мы были в той точке, снимали на локации. Теперь поднимаемся еще выше. И с каждым разом вид просто, я не знаю, вот настолько уникальный. Мне кажется, если я пойду как-то когда-то в горы, а не надо здесь получать пауэрбанк. Я вообще-то каждый сантиметр буду снимать. Но меня это очень вдохновляет. И меня это очень напитывает энергией, эмоциями, состоянием. То именно зачем я ехала сюда. Я получаю это. Фух. Вау. Вау. Ксюша уже поднялась прямо высоко. Сейчас я ее догоню. Сейчас я ее... Если мы думали, что там завораживающий вид и высота, то поднявшись сюда, мы поняли, что это не так. Я просто не сняла свои первые эмоции. Видите, когда я поднялась сюда, я стояла вот так, закрывала. Ксюша подверчит рот руками и говорила, боже мой, как это красиво. У меня аж дух захватывает. И есть чуть-чуть такой страх. Но это велючая, это мощь, это красота природы. Мы, где мы живем. И я так благодарна и рада. И рада. Потому что мы стоим. О, где мы стоим. Ну, видишь все своими глазами. Тут, конечно, ветрено. Высота, как вы понимаете. Стоит посмотреть каждому. С той стороны, да, открывается вид на Енисей. Я так поняла, да? Расскажите чуть-чуть на город. Ну, чуть-чуть города. Чуть-чуть Енисея, да. Видно. Начинается там. Там внизу река еще течет, но немножко плохо видно. Но если приглядеться вот около скал, там находится вот дальше. Как раз-таки столбы, на которые тоже можно забраться. Прям на эти скалы, на вершины. И там тоже открывается совсем другой вид. Красивый. Ребята, я думаю, на этой прекрасной ноте я буду заканчивать свой влог. Выпуск про то, куда мы с тобой забрались. Напомню еще раз, как это называется. Таргашинский хребет. Таргашинский хребет. Мне сто раз сказали, я сто раз забыла. Потому что меня реально переполняют эмоции. Столько всего можно увидеть, чтобы посмотреть. Я вас благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам очень благодарна, что вы со мной. Почувствуете энергию этого места. Я снимала все для вас. Ну и все. До новых встреч. Пока!